Сегодня поговорим о графах и главное о так называемых эйлинговых графах. Что такое граф? Точки, соединенные рёвками. У нас типичный пример. Сюда нельзя, потому что здесь не вершина. Сюда можно, это вершина. Сюда, сюда, сюда. Почему этот граф эйлингов? Потому что я вырисую, не отрывая руку от доски. Смотрите, я вот начал здесь, пошёл. Сейчас я уже здесь, да? Я могу, если угодно, ещё пройти вот так. Я могу пройти ещё вот так. Ну, давайте остановлюсь. Подумаем, что здесь нарисовал. Из этой точки выходит 4 отрезка. Из вот этой 2, вот этой 2. Отсюда сколько выходит? 5. Айс, посмотрите. 5. Айс, ещё. Вообще-то 6. Отсюда. 2, 4, отсюда сколько? 4. 4, 4, 1, 2. Так, господа, скажите, пожалуйста, что можно сказать про числа 2, 4, 6, да? Они чёрные. Чёрные. Совершенно верно. Это чёрные числа. А об этих числах что можно сказать? Они чёрные. Заметьте, они могут быть и не единицами. Вот типичный пример. Если убрать здесь концевую точку, то тогда здесь будет 3, а здесь будет 2. Можно ещё дальше куда-нибудь пойти. Можно вот отсюда пойти сюда. Тогда здесь станет 4, а здесь станет 5. Идея понятна? Почему здесь, скажем, 4, или 6? Почему здесь чёрные числа? И наоборот, почему здесь числа нечётные? Она очень просто. Когда вы движетесь, то вы, начало движения, проходите в какую-то вершину и потом из неё выходите. То есть, смотрите, какая история. Вот у вас есть вход в вершину и выход. И в результате, в любой точке, кроме начала и конца, входящих столько же, сколько выходящих. Согласны? Ну, может быть, кто на самолётах летал, помните, там есть такая зона отправления пассажиров и зона прибытия. В любом аэропорту, да? Прибывающие самолёты, значит, привозят людей, люди там дальше идут куда-то в город, уезжают. И наоборот, те, которые летают, люди приходят туда. Так вот, если так подумать, как устроена жизнь человека. Вот он приходит в какое-то место, из него летит в какое-то другое, понимаете, да? Из него летит третье. Вы понимаете, что в любой аэропорт вы пришли столько же раз, сколько раз вы из него ушли. Понятно, да? Ну, потому что я вы сейчас в него аэропорту. Да вообще, на самом деле, не только в аэропорт, в любое место вы пришли ровно столько же раз, сколько из него ушли. Ну, кроме места, где вы родились, и кроме места, где вы сейчас. Разумно? Значит, у Эйлирова графа есть чёткое свойство. У всех внутренних точек степень чётная, у начальной и у конечной степень нечётная. Хотя, возможно, вот такая история. Представьте себе, что вы вышли и вернулись туда, куда вышли. Тогда у всех вершин степень будет одна и та же. Ну, вот на этой картинке двойка, а, скажем, если вот отсюда пойдёте сюда, то здесь станет вместо единицы двойка, а вместо пятёрки станет шестёрка. И тогда все степени будут чётными. В общем, это одна из самых-самых первых теорем о графах, которые вообще в математике были доказаны. Сделал это, как и почти всё остальное в математике Леонард Тейлер. Это не значит, что вся математика – это то, что сделал Леонард Тейлер. Но дело в том, что, когда вы школьники, то вы, естественно, начинаете учить с более-менее простых вещей, а почти все простые, но содержательные вещи действительно сделал Леонард Тейлер. Ты великий был совершенно математик, замечательный. Так вот, вообще сама идея, что рассматривать такие картинки полезно, она довольно неожиданная. По-настоящему теория графов развелась в XX веке. Очень много было доказано с неожиданных красивых теорем. И сейчас всё ещё продолжается развитие комбинаторики и графов. До определённого момента математики вообще считали, что всё это, ну, какая-то не очень такая достойная интеллекта деятельность, потому что он как-то нарисовал несколько точек, ну и что с ними особо сделаешь, да? Наоборот, в конце XX века и сейчас стало абсолютно понятно, что у всех таких штук огромное прикладное значение. Из-за компьютеров, из-за интернета. Понимаете, когда у вас несколько вершин, то точно всё видно. Хотя даже для небольшого количества вершин бывают сложные задачи. Потому что даже вот если вершин 10, то уже так глазом многие вещи не особо заметишь. И вот, но, когда вы имеете дело с интернетом, то у вас в нём сразу сотни миллионов компьютеров, огромное количество всевозможных текстов, фильмов, не знаю, там, картинок, чего угодно, да, сообщений всевозможных. И вообще-то это тоже задача лисклетной математики, задача графов. Но, повторяю, самое первое, с чего всё началось, это вот, когда Эйлер понял, что про такие картинки, кроме того, что я вот сейчас только что сказал, можно сказать чрезвычайно содержательное утверждение. Оказывается, что вот эти слова про чёртность и нечёртность – это не только свойства графа, которые можно нарисовать, не открывая руку от доски, но и наоборот. Если вам дали какую-то картинку, то единственное, она не должна состоять из двух разных компонентов. То есть представьте себе, что у вас есть вот такой граф, который мы нарисовали, да, вот здесь вот там 6, здесь 2, да, вот в всей степени чётная, и ещё сбоку вот такая картинка. Да, просто отрезок. Понятно, что не отрывая руку, мы умеем рисовать вот это, потому что я показал как. Понятно, что мы умеем рисовать отрезок, не отрывая руку. А вот не отрывая руку, нарисовать и то, и то, естественно, невозможно. Граф должен быть связанным. То есть из любой вершины вы должны иметь возможность по ребрам добраться до любой другой вершины. Если не так, если граф не связанный, то, конечно, его не нарисуешь, не отрывая руку от доски. Так вот, если граф связанный, и если в нём степени всех вершин являются чётными числами, или все чётные, кроме двух нечётных, то в таком случае его можно нарисовать, не отрывая руку от доски. Это главная теорема, которую мы с вами сейчас разберём и докажем. Перед тем, как это сделать, давайте немножко потренируемся, решаем задачи. 481. Можно ли, не отрывая карандаш от бумаги и не проведя никакую линию более чем один раз, нарисовать открытый конверт? Ну, сейчас уж, наверное, вообще мало кто помнит, что были такие почтовые конверты. Да? Вы, наверное, даже и не видели это в реальной жизни. Да. Ну, вот. Когда-то почта была не электронная, но бумажная. Вот он, открытый конверт. Так вот он выглядит. А вот так выглядит заклеенный конверт. На самом деле, совершенно неинтересный сейчас конверт. В этом конверте речь идет о двух графах. В одном случае пять вершин, в другом случае шесть вершин. Вопрос. Какой из этих графов можно обойти, можно нарисовать, не отрывая руку от доски? Какой можно сначала? Можно открытый конверт. Открытый. Как? Отсюда у нас идет трое путей. Отсюда двое путей. Только давайте не будем говорить трое путей, как-то это не очень по-русски. Трое. Нет, нет, секунду. Есть в математике два слова про это. Кто-то любит один из этих вариантов, кто-то другой. Слова такие. Степень вершины Степень вершины. Это количество отрезков, которые не выходят. Количество рёбер, которые не выходят. И тоже любимое слово валентность. Это то же самое, что степень. Сколько рёбер выходит из вершины. Скажем, здесь четыре. Валентность четыре. Здесь три. Четыре. Я не знаю, какое слово вам приятнее, но говорят и так, и так. Четыре. Да. Три. Три. Четыре. 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 Два. Отлично. И что? По теории Мейлера, как бы... Не, уж. Когда вы решаете задачи, вы не можете пользоваться утверждением, которое вы ещё не доказали. Это, конечно, замечательно, что был такой учёный и так далее. В математике нельзя использовать... Понимаете? Это существенное отличие математики от всех других наук. Вернее, математика – учебного предмета математики. Потому что в учебном предмете математика мы всегда полностью, с самого начала всё изучаем. Понятно, да? Есть огромное количество теорем трудных, которые, казалось бы, можно использовать и так далее. Но мы это не делаем. Потому что наша цель с самого самого начала от чисел один, два, три и вот дойти до трудных теорем. Ну, это, конечно, не трудное, но всё равно. Нельзя пользоваться теоремой Мейлера. Нет. Надо просто показать, как это обходить. И это же очень легко. Если мы пойдём отсюда, то мы сначала пойдём сюда, 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 Во-первых, вы, в общем-то, не особо помните, где вы ходили. Правильно? Да. У меня предложение. А давайте вы будете идти по ребрам, секунду, секунду, давайте вы будете идти по ребрам, просто хотите буквы пишите, А, В, В. Хотите номера, а то есть буквы. Итак, откуда вы вышли отсюда? Нет, я предлагаю вам дочурную. Ага, перебрали. А, да, В, нет, 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 ну, вы, 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 отходите, отходите ребра, они вершины, Поэтому вам интересно, чтобы были пройдены… Вообще, задача обойти все вершины, она тоже вполне имеет смысл, и даже есть великая фамилия с этим связанная, называется гамильтоновый путь, когда вы проходите по вершинам по одному разу. Так вот, если вы вышли, то надо писать букву в середине ребра, в знак того, чтобы по этому ребру прошли. Итак, А, вышли отсюда, да, пришли-вышли дальше, куда пойдете? Сюда мы пойдем вот сюда, в точку Б. Букву Б пишется не так, рукописная буква Б пишется, да, хвостиком. Б. Да. Потом у нас идем сюда. Да. Пишите, пишите, следите, пожалуйста, пока имеется. Да. Дальше мы идем по Д. Да, замечательно. Пока все хорошо. Далее мы идем по Е. Отлично. Дальше мы идем по этому пути. Ф не надо взять большую, надо взять маленькую букву F. Напишется очень даже легко. Дальше. А, Б, С, Д, Е, Ф. Да. Сюда мы еще не пошли. Не пошли, не пошли до Е. Пишите, Ж. Дальше мы идем сюда. Да, замечательно. Ж. Нет, Ж. Нет, Ж. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, А, Ш. Не, нет, Ж. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, А, Ш. Остался последний отрез, у вас вариантов уже нет. Единственная проблема, он делал это как-то удивительно неуверенно. И все время, до последнего, было непонятно, собственно, получится у него или не получится. На самом деле очень важно, что было в начале. В начале он захотел пойти отсюда, и не получилось. Он, правда, не стал нарисовывать, но на самом деле не получилось. Ребята, это не могло получиться. Объясняю почему. Если вы вышли из какой-то точки, то поймите, пожалуйста, вам придется заканчивать в этих двух точках. Почему? Потому что вот здесь вершина нечетной степени. Вы в нее вошли и вышли, то после этого надо войти и там остаться, правильно? И здесь тоже. Вы когда-то в нее вошли и вышли, потом надо войти и там остаться. Но не может маршрут закончиться в двух точках. Если у графа есть вершины нечетной степени, то если их много, то вообще ничего не пойдет. Если больше двух, то вообще ничего не сделаешь. Если их только две, то обязательно нужно в одной из них начинать, вот как мы здесь начали, а в другой из них наш маршрут закончится. Так вот, чувствуется, что мы пока не понимаем, почему же у нас так получается. И вот когда он шел в А, В, С, то, как вам сказать, он все время думал, а получится или не получится. Было такое? Было. И мы пытались считать там много ходов вперед, да? Вот как я там дальше пойду? Да. Вот. Ну, а интересно, всегда получится или не всегда получится? И зачем надо следить, когда вот вышел из вершины нечетной степени и ходишь? Ну, если у графа все решили четной степени, то тогда неважно, откуда начинать, потому что вообще маршрут тогда закончится там же, откуда вышли. Вот. Но, опять-таки, это надо доказать как-то. Хорошо, это на будущее нам тема для размышлений. Пока давайте разберемся вот с этим. Можно такую картинку нарисовать или нельзя? Не оторвая руку от доски. У нас три степени вершины. Да. Отсюда тоже три степени вершины. Отсюда три степени вершины. Три степени вершины. Не три степени, а степень равна трём. Степень равна трём. И здесь степень равна четырёх. И что? Если мы пойдем, если мы пойдем отсюда, то есть А, дальше мы пойдем в Б. Понятно. То есть вы сейчас перебираете разные способы рисования, да? Да, так тоже можно сказать. Д. Дальше мы пойдем в Е. И тут у нас мы больше не можем сюда пойти, потому что нам придется сюда пойти здесь, а здесь мы уже ходили, здесь мы ходили. Если мы пойдем сюда... Смотрите, кроме какая. Во-первых, конечно, перебор. В этом случае вполне можно решить задачу. Граф маленький, всего пять вершин. Рёбер тоже не очень много, всего восемь штук. И, в принципе, просто по полным переборам можно туда пойти, можно туда пойти. Задача легко решается. Но она ещё легче решается, если вы вспомните, что мы с вами говорили. Кто без разбора вариантов... Ведь, если честно, он собрал только один вариант, а на самом деле, если вот так разбирать, то их десяток будет, а может и больше даже. Правда, здесь симметрия есть. То есть, смотрите, начальная вершина – это или это, или одна из этих. Они симметричны, поэтому можно считать, что надо на два варианта. Либо начальная вершина здесь, либо начальная вершина здесь. После этого, если отсюда выходить, можно считать, что обязательно куда-нибудь сюда пойти за симметрией. Если отсюда выходить, то нужно смотреть два варианта. Идем либо сюда, либо сюда, потому что здесь два варианта симметричных. То есть, вариантов не очень много, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки есть. Я так не хочу. Вспомните, что мы с вами уже обсуждали. И поймите причину, почему этот граф нельзя обойти без перебора. Без того, чтобы смотреть. Какая причина? Забыли? Причина, скорее всего, в том, что количество степень вершины нечетное и количество... Тогда это смеяние. Полюбили бы это слово «количество». Количество чего? Количество путей. Не ясно. Итак, причина, по которой этот граф нельзя нарисовать, не отрывая белой доске. Хорошо, напишу я ваше любимое слово. Количество. И дальше чего? В самом начале занятия. Мы там брали картинку, рисовали, у каждой вершины ставили ее степень, то есть количество отрезков, которые из нее выходят. И что же мы знали? И что же мы знали? Там было очень важное утверждение. В любом графе, который мы можем нарисовать. Должно быть начало. Начало может совпадать с концом запросто. А может и не совпадать. Как здесь вот это начало и конец. По-разному бывает. Но каким свойством обладают все вершины, кроме начала и конца маршрута? Что мы говорили про инграрные степени? Забыли? Да? А не черные? Четные, конечно. В любом графе, который мы рисуем, не отрываясь от мелко к доске, степени всех вершин, кроме двух, кроме начала и конца, черные. Если начало совпадает с концом, то и у них. Итак, пишем количество вершин. Если все так плохо, то давайте мы все-таки это запишем. Вот это одно предложение. Количество вершин нечетной степени. Что количество вершин нечетной степени? У графа, который можно нарисовать, не отрывая, равно. Чему равно? Начало и конец. Тогда сколько вершин нечетной степени? Две. Замечательно. А если мы заканчиваем движение в той же точке, где начали, тогда неверно. Вы понимаете, вот если я, вот были две вершины нечетной степени, вот эта была нечетная, вот эта была нечетная. Что будет, если я и среди, тем про их нечетную. Они вдруг обе станут четными. Вот это, конечно, будет совпадать. Понятно, да? Значит, равно двум или чему? Или нулю. То есть, или у нас есть начало и конец, и они нечетной степени. Или же начало совпадает с концом, и тогда все степени нечетную. Так, это понятно? А теперь смотрите, в чем прелесть. Почему нельзя обойти вот этот граф по ремкам, пройдя по одному разу? Потому что четыре вершины нечетной степени. Да что? Если бы их было меньше, то есть две, если бы было ноль, то тогда теореме Илья можно было бы, но поскольку еще доказательства не знаем, но надо было бы искать. Но если их больше, чем две, уже искать не надо. Здесь работают. А бывает граф, у которого одна вершина нечетной степени. Вот эти классования. Кто считает, что скорее всего есть граф, в котором одна вершина нечетной степени. Так, из присутствующих два человека считают, что скорее всего такой не есть. Отлично. Кто думает, что скорее всего такого нет? Трое думают, что такого нет. Супер. Вот давайте. Те, кто думают, что такого нет, думаете, как бы это доказать. А те, кто думают, что такое есть, соответственно, пытаетесь нарисовать. Давайте несколько минут. Просто порисуйте, подумайте. Граф, в котором одна вершина нечетной степени. Существует на свете или нет? Есть начало, есть конец. Да. Это получается... А, вы хотите сказать, что если граф можно нарисовать, не отрывая руку, то во время рисования все время вершин или две, или ноль. Это правда. А вопрос был другого. А просто граф, в котором есть одна вершина, нечетной степени, нечетной степени. Его нельзя нарисовать, разумеется. Нарисовать можно только такие. А, в принципе, вам разрешено сейчас оторвать руку от доски, вырисуете какую-то картинку, но так, чтобы степени всех вершин были бы четными, кроме одной, которая нечетная. Такое можно или такое нельзя? Существует ли картинка, где одна вершина нечетной степени? А давайте я расскажу решение. Даже двумя способами. Один способ будет очень важный, с формулой, которая является самой-самой, пожалуй, важной для графов. Формула, которая связывает степень вершин с количеством вершин. А до этого я расскажу способ с движением по графу. Представьте себе, что у вас есть картинка, в которой есть одна вершина нечетной степени. Ну, например, вот есть вершина степени 3. Так? И дальше, уж я не знаю, как там идет, но у всех вершин, ну, там дальше как-то идет, 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 у всех вершин степени четные. Представили? Или нет? Итак, есть одна вершина нечетной степени, а все остальные четные. Есть одна вершина нечетной степени, а все остальные четные. Так вот, господа, давайте мы сделаем так. Возьмем человечка, и он пойдет из этой вершины по такому принципу. Запрещено по ребру ходить два раза. То есть, вот он по нему прошел, и все, больше твоей границы. Понятно, да? Было ребро, по нему прошел, второе статье нельзя. В последующем, неважно, куда прошел, понятно, да? Ну, в некотором смысле, там, выжженную землю оставляет за собой, да? Или какие-нибудь там цветочки раскидывает, все. Вот поэтому идти больше нельзя. По каждому ребру идти не больше одного раза. И он пошел. Господа, а вообще-то будет интересная штука. Вот он пошел отсюда, тогда степень этой вершины стала чему равна? Четной. Четной. Было нечетное число, один отрезок истратил, значит, стало четной. Замечаю. И пока здесь находится, все степени четные. Правильно? Отлично. Когда он сюда пришел? Уже нечетная. Она здесь станет нечетная, отсюда пришел? Четная. Все степени четные. Куда мы сюда вышли, здесь стала нечетная степень. Пока мы идем, все степени четные. Куда-то приходим, она становится нечетной. А значит, из вершины, куда мы пришли, можно выйти. Нечетное число не бывает равно нулю. Поняли? Все. Все. Вышли, она опять стала четной. И все вершины стали четными. Пришли, стало нечетной. Почему все? Это стало нечетной. А значит, из нее можно выйти. Вышли опять, все у нас четные. Ребята, а вы понимаете, что это движение никогда не остановится? Во время движения по ребру у вас все степени четные. Когда вы приходите, степень становится нечетной, а значит, можно выйти дальше. Опять все степени четные, и так будет до бесконечности. И мы получили что-то удивительную штуку. Мы получили, что движение по конечному графу будет бесконечным. Такое бывает? Не бывает. Ребра когда-нибудь кручатся. Мы же договорились, что по любому ребру идем не больше, чем один раз. Мы все время уничтожаем ребра, по которым идем, да? Вот. Вот это одно доказательство. Но я обещал два. Второе доказательство использует чрезвычайно важную формулу. Формулу, которая связывает между собой число ребер графа и степень ее шин. Полевности. Вот представьте себе, что я вам сообщаю числа 3, 3, 3, 3, 4. То список. 3, 3, 3, 3, 4. Можете ли вы узнать, несмотря на картинку, сколько у этого графа ребра? Или представьте себе, что в каждой вершине здесь сидит фиксик. И каждый фиксик вам сообщает. степень моей вершины равна четырём степень моей вершины равна 4 4 а степень моей вершины равна 6 каждый физик сообщил свое число мы узнали степень всех 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 можете ли вы после этого не глядя на эту картинку сказать сколько ребра зная точный список степеней вершины или можете 8 а степени 3 3 3 3 4 да что нельзя по числам 3 3 3 3 4 нельзя получить число 8 никак нет точно точно а можно же как а можно 3 3 3 3 3 3 3 минус 4 минус 4 точно минус и сколько будет плюс 4 получается 16 разделить молодец а сколько а в чем верить тогда он получит 8 нет тогда он получит 8 но мало ли можно еще когда получить 8 почему эта формула будет верна всегда для любого графа вот давайте возьмем совсем простенький граф 1 на 3 какие степени вершины здесь 1 и 1 1 плюс 1 сколько 2 2 пополам 1 ребра правда 1 возьмем граф посложнее треугольник какие там степени вершины 2 2 2 2 2 2 получается 6 разделить на 2 3 да то есть получается да верна такая теорема сумма степеней вершин графа в 2 раза больше количество его ребер это правда важная формула как доказано будет слово индукция когда не слышали? есть такой замечательный метод рассуждения индукция не слышали, да? не слышали а в чем он состоит? он состоит в том, что выводится утверждением далее приводится к нему все за и против нет и это вы пытаетесь что-то такое рассказать про раковское искусство о том, как надо кого-то в чем-то убеждать нет, оно все-таки замечательно индукция это вполне конкретный метод математического рассуждения не просто рассуждения нет конечно если у вас есть какой-то вопрос то надо посмотреть что за, что против замечательно а вот все-таки если по математике итак какая у нас теорема у любого графа количество ребер в 2 раза меньше, чем сумма степеней вершин так? так как это доказывает а по индукции смотрите если вообще нет ребер тогда чему равны степени вершин графа? нулю в между прочим такие графы вполне себе бывают представьте себе не знаю 5 точек и вообще никаких ребер все степени равны нулю 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 разделить на 2 это как раз будет 0 так? так отлично что будет, когда мы проведем какое-нибудь ребро? что произойдет с количеством ребер и что произойдет с суммой степеней? при проведении ребра количество ребер увеличивается на сколько? на 1 на 1 отлично а что происходит с суммой степеней? на 2 на 2 потому что увеличивается на 1 здесь и увеличивается на 1 здесь так ребята любой сколь угодно сложный граф вот прям вот такой у нас граф нарисован не такой уж и простой можно получить следующим простым способом сначала рисуем все вершины точки ставим можно? да можно подсчитываем сумму степеней 0 подсчитываем количество ребра 0 все классно 0 пополам это 0 после этого по 1 проводим ребро каждый раз когда мы проводим ребро прорисуем простая штука количество ребра увеличивается на 1 значит левая часть увеличивается на 2 сумма степеней увеличивается на сколько? на 2 на 2 потому что у ребра 2 конца между прочим даже если мы делаем такую штуку как петельку рисуем вершину соединяем с собой вершину соединяем с собой почему нет в конце концов да? хотя иногда это не считают графами иногда считают вершину с собой можно соединять или нельзя надо каждый раз оговаривать так вот если даже разочищенную вершину с собой все равно сумма степеней увеличивается на 2 согласны? ну а уж если разные то тем выключили хорошо и все и у вас левая и правая часть каждый раз будут увеличиваться на 2 значит равен сохраняется доказал? доказал есть другой способ объяснения того же самого эффекта есть другой способ объяснения того же самого эффекта при помощи тряпки вот есть у вас любой граф давайте возьмем и каждое его ребро разорвем превратим в один конец и другой ну это ножницами пройдем и порежем если это веревки это паром если это деревья там палки какие-то вот чем угодно если это мелко тряпкой что происходит когда вы ребро вот так вот режете пополам что происходит с количеством отрезков был один отрезок осталось? они выражаются на 2 конечно каждый отрезок превратился в 2 правильно? в 2 обрезка ну один конец и другой конец отлично значит мы поняли что это такое что такое двое это количество вот таких вот танцов правильно? отлично а с другой стороны что здесь написано посчитай сколько здесь сколько здесь сколько здесь сколько здесь сколько здесь посчитать 16 вот да тут 16 но не важно что это и есть сумма степеней идея двойного подсчета двумя способами один способ Говорим, что у нас есть ребра, каждое разделили пополам. Значит, получилось удвоенное количество ребра. Это один способ. А другой способ. Проходим по всем вершинам. И в каждой вершине считаем, какая степень. И складываем. Понятно? Доказали формулу? Да. Доказали. Отлично.